Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! и в синем углу ринга республика дагестан дам республика дагестан московская область ярослава не кусты нам ну что ж друзья я предлагаю еще раз очень громко поприветствовать спортсменок ведь здесь на ваших глазах рождаться новые чемпионы и московская область ну что ж начинаем финальный бой весовой категории до 69 килограммов небольшой анонс следующем финале примет участие наша бурятская спортсменка дарима сандакова вот так вот начинается неспешно у нас первый раунд этого финала наталья сычагова против ярослава якушина и москва против представительницы сразу двух регионов москвы и дагестана прощупаю до друга девушки но сейчас сычагова попала очень хорошо по своей сопернице но и якушина тоже не осталось долгу ответила тоже удачной атакой гонит гонит трибуны вперед наташу есть у нее здесь среди болельщиков своя группа поддержки поддерживают очень хорошо болеют слышно с трибун пока только группа поддержки на наташи не ярослава ярослава якушина с синей форме вот с синего угла боксер поджала к углу ринга свою соперницу своего визави и ну так скажем якушина да здесь первым номером действует сычагова работает от соперницы сейчас пропустила удар она сычагова что в красном и из красного угла ринга но женский бокс насколько вы знаете не так давно получил статус олимпийского вида спорта и естественно интерес к нему возрос многократно сразу же и сейчас вот это чем от россии идет уже с таким прицелом с прогнозами на состав олимпийской сборной россии в токио 2020 году поэтому конечно всем девушкам независимости от результата их выступлений мы желаем успешно представлять россию на международной арене в том числе и на олимпийской особенно для тех кто туда все-таки попадет но пока на ринге активного бокса мы не видим а также хотелось бы отметить что сегодня у нас 10 по плану финальных боев один из них не состоялся ввиду травма одна из участниц это очень обидно для места публики поскольку травму вчера в полуфинале пусть и выигранном полуфинале получила людмила воронцова и сегодня на финал на ринг выйти не смогла получила серебро также наталья шадрина еще одна местная спортсменка местный боксер получила серебро проиграв финале беликова анастасии взяла шестое серебро чемпионатов россии и первый раунд у нас завершается вот звучит гонг ну что сказать мы видим бокс равных соперниц которые до друга стоят которые до друга хорошо знают далеко не в первый раз они на ринге и как спарринг-партнеры учитывая что они снова города как спарринг-партнер на тренировках они конечно неоднократно сталкивались ежедневно наверное не знают рука досконально слабые сильные стороны и поэтому действует очень аккуратно не лезут на рожон не рискуют лишний раз ведь на кону действительно очень много название чемпионки россии по боксу в конце концов она мы видим здесь каких уж ярослав очень хорошо атаку серебряный призер перри стабира 2017 года и бронзу призер смотрим за неудачно атака сычаговой 17 года тренеры и николай власен наталья сычагова красный угол второй раунд поехали внимательно смотрим за работой девушек за их техникой техника очень хорошая да темп невысокие зрелище из зрелищность может быть не такая какая была в некоторых поединках но девушки повторюсь очень хорошо друг друга знают они из одного города неоднократно сталкивались уже на рингах и знают сильные слабые стороны друг друга сычагова пытается работать на длинных и дистанциях якушина же пытается рвать эту дистанцию сокращать но получает раз за разом а удары по голове как только приближается к сычаговой второй раунд началась сычагова получше нежели первый взаимные взаимные атаки обмен ударами такой взаимоопасный прошел так классическими комбинациями дивы действуют девушки пробный удар правой потом слева и еще раз правой либо наоборот левой пробный удар сильный правой и еще раз левой по корпусу пока работаем и особо не видимо основном цели девушек попасть голову оно и понятно но удары по корпусу тоже очень важны как объясняли мне тренеры которые приехали сюда вместе со спортсменками удары по корпусу особенно в третьем раунде важны поскольку сбивает уже и без того уставшие дыхание и сбивает с ритма с ритма боя соперницу тоже мы видим что хорошее попадание якушина нанесла и сычаговой кровотечение открылось но рефери пока по и не останавливает а нет вот только что остановил бой сычаговой понадобилась помощь медиков это первый случай за сегодня когда медики появляется у нас на ринге кровотечение износа у сычагов открылась но самая распространенная травма боксе это кровотечение износа развлечение бровей конечно тоже бывает скул и так далее но бой конечно останавливать из-за этого не будут продолжится травма незначительная сама сычагова сама все понимает получила она ее соперцы а слава якушина лишнюю минуту отдыха да можно расслабиться и еще один хороший удар якушина наносит дань и посмотрите насколько уверенно себя боксера синего угла ринга ведет посмотрите как низко у нее опущены руки она вообще такое ощущение что провоцирует провоцирует своего виза своего визави на то что ну давай иди атакуй а я тебя встречу посмотрите как низко руки опущены стойка незащитная абсолютно и но это конечно риск и кровотечение и у нее тоже есть мы видим а кровью и потом достанется победа сегодня одной из этих спортсменок одну из боксеров ну и якушина и сычагова хорошо попадают по сайт по сопернице но это наверное говорит о том что и защите должное внимание девушки пока не уделяют особенно что касается якушина она выбрала яркую явную остро атакующую манеру ведения боя этого финального вот еще раз попала и концов второго раунда у нас и апперкот с левой руки проходит у якушиной в голову сычаговой и еще раз сычагово пропускает удар и нужно и будет конечно помощь медиков сейчас прерыве между раундами мастер спорта международного класса ярослава якушина московская область и республика дагестан посмотрим повтор и очень хорош хороший второй раунд активные красивые провели девушки одна радость наблюдать за таким боксом северного года тренируется под руководством калдынина и астровского секундантов просит выйти за ринг соответственно сейчас мы начнем заключительный третий раунд этого красивого боя просим девушек также действовать как во втором раунде очень открытый бокс они нам показали в отличие от первого раунда где провели такую разведку прощупывали до друга и зрители конечно тоже подбадривают девушек им нравится нравится то какой бокс они сейчас показывают когда выходит на ринг нейтральные спортсменки не представляющие бурятию зрители болеют просто за красивый бокс и награждает аплодисментами все удачные действия спортсменок и это отрадно да бурятии умеет поддерживать не только своих но и тех кто имеет умеет сделать шоу на ринге ну в третьем раунде третий раунд начинается также как и начинался до этого второй не с невысоким темпом но поверьте мне сейчас девушки взорвутся на кану звание чемпионки и поэтому да мы видим мы видим как хорошую атаку провелась очугова якушина нужно отвечать но якушина ну посмотрите на ее стойку руки очень низко опущены у якушиной я про боксера из синего угла ринга сейчас говорю на кровотечении вновь открылся с очаговой будет рефери останавливать бой или нет пока не не спешит он это делать якушина очень уверенно себя чувствует она ведет этот бой она работает первым номером поддавливается соперницу но функциональная подготовка обеих очень хороша середина третьего раунда усталости не чувствуется очень хорошо дышит очень хорошо передвигается сейчас очагово попала голову соперницы несмотря на то что очень трудный бой сейчас я представил идет у нее очень перед работают ногами замечательные девушки посмотрите очень быстро очень динамично готовы в любой момент взорваться пойти вперед это говорит о том что выносливость на должном уровне они готовы и обидеться до самой последней секунды и по крупным планам которые дает нам дают нам операторы команда телевизионщиков видно что девушки дышат хорошо и задыхаются возможно это еще потому что друг другу по корпусу они не работают дыхание сбить не стараются ну что ж в свою завершающую стадию потихонечку третий раунд переходит на такое ощущение что якушина будто бы увереннее себя чувствует да уже она да видно по сычаговой что-то немножечко сдала в активности якушина как бы провоцирует и мол давай иди сюда а я пойду на контратаку очень уверенный третий раунд нас последние 10 секунд что же мы увидим увидим клич в последние последние секунды и взаимные атаки взаимоопасные провели сейчас девушки сычагово напоследок попала левой рукой по голове якушиной давайте посмотрим повторы пока судейской коллеги выносит свое решение вот хорошо сейчас якушина дважды попала по голове но справедливости ради отмечу что и наталья сычагова в долгу не оставалось вот посмотрите в этом бою побеждает и становится чемпионом якушина якушина республика дагестан и московская область что же объявлены имя чемпионки поздравляем нас завоеваны золотой медалью и званием чемпионки россии по боксу ярославу якушину город москва республика дагестан сычагова наталью город москва поздравляем серебром